Готовы, приготовились к съемке, тишина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Вставай, тот побежал. Был стоп. Тишина, тишина, пожалуйста, все. Есть мотор. Пассажиры. Начали. Папока. Папок. Папока. Убрала, малая. Куда ехать? Это придача. Десяточка. Плюс пятерочка, да не говори, пойдем. Деньги, пойдем. Другое дело. Давай, помогу. Деньги, пойдем. 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 Готовы, приготовились к съемке, тишина. Мотор, тишина, тишина, дети молчат. Ребята, за камерой лишки не ходят. Мотор, тишина, 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 тишина. Мотор, тишина, 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 тишина. Максимально без лишних вопросов о фильме, да? Максимально без лишних вопросов о фильме, да? Я в абсолютно вообще в восторге, потому что природа сносит голову, и горы, ну, сопки, точнее, снег, хотя говорят, что у вас мало снега в этом году. В этом, да, очень мало, и в прошлом тоже. Два года назад было что-то типа такие аномалии небольшие. Ну, как бы для нас, для людей, которые там живут в этой Москве, в которой сейчас, ну, абсолютный Петербург начался, потому что у нас очень давно нет солнца, у нас почти нет снега, и, ну, как бы для нас это прям безумие какое-то. Целый день солнца здесь, ну, во всяком случае, вчера было. Мне очень понравилось. У этого места есть дух, это очень важно, мне кажется. Ну, какие-то именно заведения были в городе? Да. Например? Ну, я была в Торо. Торо-гриль. Ну, это московская сеть, это не такого-то вот местной. Аляска. Аляска были, как бы. Мне очень понравилось. Ну, сама кухня такая нестандартная немножко. Да, вообще, я просто рыбоед, я очень люблю рыбу, и все, что связано с рыбой, я могу есть в разных видах, количествах. Вчера я ела, допустим, суп из трубача и водорослей в Аляске, и это прям... Очень вкусно. Хорошо. Сейчас такой вопрос, получается. Вот как воспринимешь его, так и... Чего вот не понимаешь в Магадане? Да, есть. Есть реальное, что я не понимаю. Вот это вот соотношение прекрасной природы и совершенно неблагоустроенности города. Для меня это дикость, потому что, мне кажется, когда рядом такая природа, почему вот там правительство или какие-то главные люди в Магадане, они никак не прикладывают усилия, чтобы сделать город реально красивым. Потому что у вас есть центральная улица, где вот эти красивые дома, но все равно вот эта барачная система, которая практически везде на севере она есть. Советский Союз. Да, да, но мне кажется, уже 2020 год как бы уже мир шагнул на несколько тысяч шагов вперед, а здесь как-то еще все осталось. И для меня, конечно, просто еще люди такие классные здесь, добрые, очень приветливые. И хочется вот, чтобы еще вот их окружало, помимо природы, чтобы вот они и в окружении этого города жили в красоте. В общем, призываю. Тут главное. Ладно, ну и наконец уже, получается, какие вот последние впечатления о городе после пребывания в нем? То есть, ну и что хотелось бы тебе сказать именно вот с Магаданцем? Ну, я хочу сказать, что здесь какие-то необыкновенные люди. Вообще, я очень много путешествую, и не только по России, и для меня вообще всегда главные люди. И здесь, ну, они совершенно другие. Это какая-то другая планета, они настоящие, что важно для меня. Дети у вас какие замечательные, просто. Ну, вот мы же снимались с детьми все время, с лыжниками, с ребятами, вот хоккеистами вчера. Ну, вот какие-то они про чувства, про человечность, про разговор вот здесь и сейчас. Они не в гаджетах все время. Ну, то, что я увидела во всяком случае. То есть, они как-то вот умеют играть, умеют рассказывать истории, умеют общаться. И это очень-очень круто. Ну, это вот, да, как раз отстраненность от центра. Да. Более семейное, по-семейному так получается. Ну, хотя это тоже, опять же, дети у нас такие же есть, которые с телефонов не бывают. Ну, понятно, понятно. Но то, что видела я, то, что как бы все равно бросается в глаза сразу массовость. Ну, то, что ты видишь в массе. И то, что видела я, это, конечно, вообще абсолютно такое приветствие со стороны всех. Какое-то дружелюбие. Не знаю. Ну, то вот растягай рубахи все. Ну, так мне показалось, во всяком случае. Спасибо, что вы делали внимание. Хорошо, вам спасибо. Спасибо. Продолжение следует...